Слава Господу! Времени мало уже, но постараюсь не задерживать. Значит, по поводу того, что Женя говорил, чтобы эта вера испытывалась в нашей жизни, надо, чтобы она была сначала. И мы знаем, что Писание нам говорит, что вера же от слышания Слова Божия. И также нас Писание учит и говорит, «Наблюдайте, как вы слышите». Очень важно, как мы слышим Слово Божие. От этого зависит, насколько это Слово будет восприниматься. Я как бы немножечко в продолжении той темы, которую я на Рождество проповедовал, о том, что как же нам говорить Слова Божьи. Я хотел бы заметить такой момент, что мы подчас как бы не принимаем друг друга. Мы все люди разные, да, и подчас мы бываем друг к другу, ставим какие-то ультиматумы. Есть некоторые, которые необходимы ультиматумы, без них невозможно. Есть определенные условия, на которых будут строиться наши взаимоотношения. Скажем, в семье муж и жена существует ультиматум, который не подлежит рассматриванию верности. Там нету, что может быть буду верен, может не буду. Если ты верен, значит есть шанс, что у тебя будут нормальные отношения. Если не верность, то это разрушает любые отношения. Но есть некоторые ультиматумы или вот требования, которые мы ставим, и они просто наши личные какие-то предпочтения. Ну, мы можем человеку ставить в какую-то укоризну, скажем, человек одел галстук. Нам уже как-то неохота его слушать, ну, потому что мы как бы другого немножко учения. Ну, или, к примеру, человек, ну, не красноречивый есть. Ну, мало из нас тех, которые могут хорошо и так гладко говорить. Мы на Новом году, помнишь, это было такое небольшое состязание, чтобы так говорить, чтобы не повторять слов каких-то, да, там, как мы говорим, слова-паразиты. Как-то вот выражать так мысли, чтобы оно было правильно, скажем. И это не так просто, вот. И бывает такое, что вот, ну, как мы говорим, слова-паразиты. Вот входят, и вот, ну, человек, какое-то слово чаще пользует, чем другое. Мы детям своим как-то пытаемся их направить, да, там, you know, you know, you know, and he was like, and I was like, и это like, you know, и все. И оно мешает человеку просто выражать мысли. Оно входит, или вот там, oh, man, 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 ну, разные слова, да, вот дети, пользуйте, да. Оно говорит о том, что это, как бы, ну, ограниченность в способности выражать свои мысли. Может быть, из-за того, что не хватает слов, так нужно, может, побольше читать, да, слова какие-то, изучать значение слов. И тогда, ну, есть шанс, что ты будешь лучше говорить. Но не все способны. И Бог не поставил это в требование, скажем. Моисей был косноязычен. Я не знаю, или это была заика у него, может быть, он статтеринг, да, там он просто может, а может, он, ну, был не способен, хотя он был ученый, он был научен, он был очень посвященный в знаниях, просвященный. Но Бог не поставил это проблемой. Это не было проблемой для того, чтобы он мог передавать волю Божию. А мы подчас начинаем считать, сколько раз он это слово скажет, или еще что-то бесполезное занятие. И это не то, чему нас учит Писание, да. Ну, и разные другие моменты, которые нам мешают. Может быть, у него голос какой-то, тембр нам не нравится, или еще что-то. Но мы должны стараться принимать. И вот Римлянам, 15 глава, здесь 6 стишка написано так. Он здесь много чего писал, это уже в конце. Он пишет так. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию, да. Как Христос нас принял, такими, какими им есть. Он не поставил условия, не сказал, тебе нужно вот это, вот это сделать, и потом я подумаю, да. Ну, хорошо, я перейду к главной теме моей проповеди о слове Божьем. Вот. Если вы помните, когда мы разбирали первое постание Петра, там написано, говорит ли кто, говори, как слова Божьи. И я подметил, это мое такое впечатление того, что я читаю, что наша способность передавать Слово Божье, она очень ограниченная. И, скорее всего, мы не можем его передать. Мы можем передать только часть. И поэтому я думаю, что Петр сказал «Слова Божьи». Слова не являются речью. Если кто-то из вас говорит какое-то слово, по-моему, есть книжка, наверное, «12 стульев», там одна женщина, у нее там был словарный запас 25 слов, если я не ошибаюсь, что-то так на память сейчас пришло. Ну, возможно ли говорить, имея такой словарный запас? Очень ограниченно. Ну, когда наши дети, ага, угу, и что-то, ну, мы же не знаем, у него что-то болит, он орет. Ему, может быть, там, и ты не знаешь, как у него спросить, что же у него, нехватка каких-то слов. И вот я думаю, что мы, слово самого слова не является речью, оно является частью речи. И вот все, что мы можем передать, это часть вот этого нашего представления, понимания о Боге. Женя тоже на Рождество он вот хорошую мысль сказал про вот это вот, помните пазл? Вот я думаю, это очень яркий пример, экземпляр того, как вот это имеет, ну, практическое такое, экземпляр в нашей жизни, да? Что мы можем только вот кусочек показать, и не надо кричать и говорить, что вот это Слово Божие, это только часть Его, это только то, что ты способен принимать. Иов говорит, что Всевышний, мы не познаем Его. Павел говорит, что о бездна богатства, премудрости, ведения Божия, как неисповедимы пути Его. Я считаю, что это очень важно для нас учитывать это. И об этом я хотел бы поговорить. У меня немножечко не получилось некоторые мысли высказать, потому что не то, что я там боюсь общественного мнения, хотя, ну, это как бы само собой, мы же стараемся, мы в обществе живем, мы стараемся так себя вести, чтобы не препятствовать людям, ну, специально там, чтобы нас не принимали там или еще что-то. Мы не занимаемся этим. Моя цель это, чтобы как-то постараться, вот, если я сейчас здесь, передать Слово Божие, которое, мое понимание, мое разумение, да, как-то послужить пользу для тех, вот, ну, вы сейчас вынуждены меня слушать, да, вот, ну, некоторые вещи трудно говорить, которые резкие, и я думаю, что я, может быть, не совсем хорошо выразился, поэтому я немножечко дополню себя. Значит, первое послание Коринфянам, третья глава, с первого стишка здесь так написано, я не мог, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, я питал вас молоком, а не твердую пищу ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Почему? Потому что вы еще плотские, ибо, если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо, когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполосов, то не плотские ли вы? Кто, Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я вот так понимаю, я вот так понимаю, да, мне больше свойственно вот так думать, но это хорошо, и это будет, оно неизбежно, мы будем иметь разное представление, впечатление о определенных каких-то моментах, потому что мы все разные, мы имеем разный опыт, разную жизнь мы прожили, у нас разные как бы цели в жизни отличаются немножко, но делать на это ударение, и апостол Павел и говорит, что, а кто такие Павел? Хотя он был апостол, он говорит, не апостол ли я? Я, я более всех послужил им, но это не ставил он себе, и он говорит дальше, смотрите, я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог, поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, ничто, а все Бог возвращающий, наше ударение, оно должно быть как раз таки на Бога, сам фокус, мы должны быть в стороне, и наша цель не то, чтобы донести как-то вот, чтобы вот так, как по-нашему было, чтобы все вот, были согласны со мной, это неправильно, это misguided effort, это неправильная цель, поставленная нами, и она ни к чему хорошему не приведет, читаем дальше, 4 глава, с 1 по 7 стих, а, еще один момент, здесь написано, поскольку каждому дал Бог, то есть у нас есть у всех ограничение определенное, и мы не можем, и я дальше, по-моему, там буду читать, что мы должны поступать по уровню той веры, в которой мы находимся, но 4 глава, с 1 по 7 стих, «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, и домостроителей тайн Божьих, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Бог, поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога, «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Мое мнение, хотя мы ценим наше мнение, мы же прорабатываем этот, мы молимся об этом, то есть мы стараемся иметь правильное такое мнение о том или о другом, но он говорит, чтобы мы не превозносились, то есть мы должны учитывать нашу ограниченность, нашу неспособность воспринять полностью, и для этого мы должны допускать другое мнение, то есть мнение, ну о чем здесь апостол Павел, как и говорил, он приложил это к себе и к Аполлосу, чтобы не превозносились один перед другим, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил, может не совсем понятно, но если так это перефразировать, то есть если ты, кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, то есть мы бывает, делаем вид, что не Бог сказал, не Бог, то есть это же ты себя ставишь немножко, ну может не специально, но может быть, вполне возможно, ты себя как-то возвышаешь, и вот ты получил, теперь значит, вот то, то, что ты имеешь, оно больше, чем всех, которые остальные, если они не так там понимают, потому что тебе же Бог открыл, а он говорит, что, а что ж ты делаешь вид, как вроде не получил, то есть это же Бог тебе дал, ты же не сам это пошел и взял, то есть если тебе это было дано даром, то ты выдавай это не как свое, а как то, что тебе дал, это во-первых, во-вторых, то, что тебе Бог дал, оно же не так шаблон для всех, шаблон один, он записан, и мы можем отсюда брать какое-то, получать назидание, и то опять-таки, вот я удивляюсь, насколько Бог бывает одним каким-то действием, поступком, словом, Он может на нас, на всех влиять по-разному, по-разному, кто-то может в этот момент умиляться, кто-то ожесточаться, может быть, кто-то какое-то утешение получает, а кто-то, и мы можем немножечко все по-разному делать выводы, это МИЕС является уникальностью Бога, который, зная наши сердца, зная, в чем мы нуждаемся, и как на нас повлиять, и Он бывает пользуется вот этим, и для меня это большое чудо вообще, как Бог это все делает. Первое посадение Коринфянам с 11 главы 16 по 22 стих. Он говорит так, а если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божией, если это переходит в спор наше рассуждение, какие-то чрезмерные доказательства, то это неправильно, Он говорит, у нас такого нету обычая, но предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что вы собираетесь в Церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти верю, ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на английский перевод. Здесь написано не искусные, здесь написано which are approved. Искусные, это значит, ну, как способные, да? Ну, мне так кажется. В английском переводе написано which are approved. То есть, они как бы подтверждены, то есть, Бог, ну, я думаю, что это говорится, Бог, ну, или общество даже, да? То есть, оно подтвердило, и то, то, что они говорят, оно как бы дало добро, да? Бог дает добро, да? Вот. То есть, мы вот говорили, рассуждали, и потом кто-то встал, подвел итог, и все смотрят, вот, действительно так? Все. Это значит, оно подтвердилось, и выявилось. То есть, здесь ударение не на искусность человека, а на то, что выявляется истина, выявляется какой-то определенный вывод, и подтверждение этому должно быть вот так. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть пищу, так что иной бывает голоднее, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. То есть, все наши отношения, они должны быть направлены на то, чтобы мы друг другу, друг друга дополняли, чтобы теми нашими действиями, словами, чтобы мы друг друга поддерживали. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 2 стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него? Опять-таки, все ударение делается на Бога. И единственный способ, ну, от нас, иметь что-то от Бога, это как мы здесь читаем. В данном случае здесь написано, ибо кто любит Бога? Со всем значением, что это подразумевается здесь. Когда мы любим Бога, Бог посылает нам знание. Не потому, что мы способны или еще что-то. И я буду дальше читать 6 глава Галатам, 3 стих. За неимением времени я не сильно буду комментировать то, что я читаю. Но оно как бы, в моем понимании, оно как бы все об одном как бы говорит. Ибо кто почитает, с 3 стишка, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи, никто, ничто, тот обольшает сам себя. Хотя, ну, мы не являемся ничем. Мы являемся детьми Божьими, да, мы являемся священниками, написано, Бог говорит, да, это, то есть мы имеем это, но мы должны это выдавать и понимать, что это, опять-таки, не в нашей способности. Это Бог нам это дал, и мы должны во всем этом почтить Его. Если мы начинаем как-то выдвигать нас, то Бог говорит, я своей славы никому не дам. И здесь, и получается, и я считаю, что это очень важное, важный момент и важное рассуждение, чтобы мы имели правильный подход, потому что, если мы будем неправильный подход иметь, мы можем очень много рассуждать и много иметь познаний. И Писание об этом говорит, но мы можем остаться в ущербе. Я не хотел бы, чтобы это у нас было. Второе послание Коринфянам, 14 глава. Вторая глава с 14 стишка. «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание Себе распространяет нами на всяком месте». Вот как это благоухание распространяется, да? «Ибо мы Христово благоухание, Богу спасаемых и погибающим». Это не только наши слова, это вся наша жизнь, это наш образ мышления, это то, кем мы являемся, оно несет такое влияние, понимаете? Это не просто слова, это отдельная уже, конечно, тема, но Царство Божие, оно не в словах, оно не в слове, оно в силе, оно в действии. «Ибо мы Христово благоухание, Богу спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Третья глава с третьего стишка. «Вы показываете собою, что вы, письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца», про которое сегодня брат Ваня говорил, да? «Такую уверенность мы умеем и имеем в Боге через Христа, не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Способность наша от Бога. Это то, сам Бог делает нас способными. Писание говорит, что всякие, не обманывайтесь, Яков пишет, всякий дар совершенный, всякое даяние доброе, оно исходит свыше от Отца Света. Мы не можем брать в этом какую-то заслугу или себя на основании этого теперь возвышать над другим, это неправильно, и Бог, я уверен, Бог ставит это проблемой в наших отношениях. Может быть, поэтому и не происходит что-то в нашей жизни, то, о чем мы просим, молимся, да? Шестой стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Сейчас самая сложная мысль, которую я надеюсь, мы ее поймем правильно, для меня даже до конца немножечко, как тоже непонятно. Здесь написано, служение не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. На самом деле, вот это, то, что мы видим, то, что мы читаем, оно является буквой. Оно имеет потенциал, как евреям Павел пишет и говорит, ибо Слово Божье живо и действенно. Если мы исследуя себя, нашу жизнь, если мы находим то, что Слово Божье, оно не живо, не действенно, этого не производит, вот этого влияния, то это всего лишь буква. Друзья, мы читаем дальше, здесь апостол Павел говорит, я повторюсь, он дал нам быть способным, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, оно так и было, начертанное на камнях, но сейчас на бумаге, было так славно, что сыны Израиля вы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Конечно, да, оно должно быть славное, но оно будет славное, когда мы будем отдавать правильный приоритет, когда мы не будем отдавать приоритет букве, когда мы будем понимать, что за этим стоит. Очень важно, это самое главное, когда какой-то человек говорит, самое главное в том, что он говорит, это цель. Почему? Для чего он это говорит? Если мы этого не учитываем, не понимаем, то мы являемся просто служителями буквы, значит, не будет того действия, для которого Слово Божье, оно живо и действенно, но оно только тогда действует, когда оно используется по назначению. Если мы не используем по назначению, не будет, не будет результата, потому что Бог бодрствует над Словом Своим, Он своей славы никому не отдаст, оно будет делать то, для чего Он его послал. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче, тем более, изобилует славою служение оправдание, то прославленное даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующей». Мы имеем служение оправдания, друзья. Мы должны это понимать. Мы здесь читали, что Моисей покрывал свое лицо, они не могли смотреть на Моисея, потому что он освещался. То здесь апостол Павел говорит, смотрите, с 12 стишка, «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, то есть с великой смелостью, с твердым определением и решением, не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля вывзирали на конец приходящего». То есть в какой-то мере, может быть, это не был его основной мотив, я не знаю, у Моисея, он покрывал, потому что в какой-то момент лицо перестало сиять. Когда оно сияет, это что-то необычное, сверхъестественное, люди приходили в какой-то робость или почтение, и Моисей, может быть, хотел это оставить так, и он покрывал, и люди всегда думали, что у него лицо сияет, но оно не всегда сияло лицо у него. Может быть, не всегда мы сияем, не всегда вот это движение Духа Святого, оно происходит в нашей жизни так. Не нужно брать покрывало и делать вид, что нет, мы вот такие, нет, мы такие, какие мы есть. Мы должны поступать по тому уровню, который мы достигли. Не надо из себя делать нечто большее, чем мы являемся. В этом нету пользы ни нам, ни тем людям, которые могут прийти потом в разочарование и будут говорить, а мы думали, что оно вот так, а оно не так было. И все. Это вредит действию Божию. Римлянам, 12 глава, я подхожу уже к концу. Римлянам, 12 глава, с 3 стишка. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. У нас у всех есть свои ограничения, какие-то определенные ограничения, они, ну как написано, от славы к славу, от веры к веру. То есть сейчас это такое ограничение, ну как ребенок. Для него сейчас ограничение, он не может ходить. Потом он научился ходить, но он еще не может бегать. И так оно, и дальше, мы должны, то есть мы придем к этому, к образу совершенному, но это произойдет уже в самом конце. Но мы не можем торопить события. И здесь он говорит, думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле, у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И так, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. То есть не заниматься не нашим делом. Мы должны понимать, где это наше дело. Мы подчас начинаем лезть туда, не к нам это, не наше это дело. Не умеешь утешать? Ну не утешай. Но и не осуждай. Мы подчас не хочу в подробности входить, потому что может быть это не будет полезно. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальству с удерствием, с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Любовь да будет непритворна. Хотелось бы, чтобы наши отношения, они были на настоящей искренней любви. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг к другу предупреждайте. Я от своих детей учу, говорю, вы должны друг к другу стараться помочь. Ну где-то что-то не так, ну не зайти. Из-за этого строятся хорошие, здравые отношения. Если мы этого не будем делать, то если мы все как ежики будем ходить, ну какие могут быть близости, да, какая может быть близость? В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Исайя 66 глава со второго стишка. На этом я закончу мое слово, и мы будем молиться. Это как бы все, что я говорил, оно как бы к этому, это самый главный момент, чтобы мы вошли в это состояние, и, ну, конечно, и понимали, что вот это слово, которое мы читаем, это не просто буква, чтобы мы не удовлетворялись, может быть, какими-то маленькими достижениями, чтобы мы понимали, что это слово, оно живо, оно действенно, оно просто для того, чтобы нас полностью изменить, не для того, чтобы кого-то возвысить, или чтобы мы возвышались друг перед другом, как вроде мы чего-то достигли больше, чем другие, И не тот себя хвалит, кто сам себя хвалит, не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого Бог похвалит. А мне кажется, в английском переводе опять пользуется это слово approved, то есть одобрит, одобрит, да? 66 глава, первый стих. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? Насмиренного и сокрушенного духом и натрепещущего пред словом моим. Нам нужно войти в это состояние, нам нужно пребывать в этом состоянии. Это наша участь, это наша доля. Заколающий вола, то есть делающий какое-то служение Богу, будь то пение, будь то миссионерская деятельность, будь то страноприимство, будь то еще что, что бы мы не делали, какую бы работу мы не делали в Доме Божьем, на Ниве Божьем. Здесь написано, оно может стать таким, потому что Бог сам от них требовал, вы это делайте. А теперь Он говорит, смотрите, заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий симидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Если мы не войдем в это состояние, о котором сказал Господь, на кого Он презрит. Кроткое, сокрушенное сердце. Тот, который понимает, на каких основаниях строятся отношения с Богом. Отношения в церкви, то, что я говорил, вот эти вот полчаса последние. Тогда Бог презрит на нас, и Он будет принимать нас. И Он это делает уже. Я это хотел сказать для нашего напоминания, чтобы мы, если мы что-то заметили, если какой-то red flag, да, там, какой-то индикатор показывает нам и говорит, что мы что-то неправильно, мы там о себе, может быть, много помыслили, то, значит, время исправится. И, как я до этого еще как-то говорил, один из индикаторов гордости – это обида. Если в нашем сердце начинает появляться чувство обиды, как это со мной гордость? Гордость. Надо, нужно войти в это состояние, в котором Бог через Исаию говорил, а вот на кого я презрю – на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Аминь. Будем молиться.